сегодня хочу показать вам один из примеров переноса анимации с одного скелета на другой представьте допустим вы зашли в базу motion capture данных скачали какую-то анимацию но вы хотите использовать например свой скелет причем любой будь то мультяшный персонаж кошка например ну или просто просто женский персонаж вот и значит у меня есть вот такой персонаж он на нем уже есть joint и на нем есть уже какой-никакой скин вот и давайте вот ту анимацию перекинем на этого персонажа смотрите что вам для начала нужно будет уяснить здесь на данный момент у нас ты поза она слегка у нас кривая сейчас попробуем ее поправить значит здесь минус 100 угол вот минус я нашел этого персонажа на просторах интернета и минус его то что здесь не обнуленные ротейты костей скорее всего он был наверно за экспорт с какого-то движка или просто так сделан изначально но нам нужно чтоб все это конечно было симметрично и добавьте и и давайте добавим скачанный мною макап давайте добавим его в сцену окей вот он у нас добавлен то есть как вот вы видели там на превьюшке вот он здесь точно так же ходит ну она в нашем случае смотрите первым делом что нам надо сделать здесь у нас анимация начинается с нулевого кадра вот все анимации кстати можем в принципе так все оставить значит она здесь у нас начинается с нулевого кадра поэтому будем манипуляции начинать с минус 1 но чтобы не портить нулевой и для начала нам нужно выставить вот этот вот женский скелет с анимацией выставить его тоже в т-позу чтобы позы соответствовали это не обязательно делать идеально но постараемся сделать приближенно к идеалу смотрите помните что здесь у нас у этого персонажа были не обнуленные ротейты но он уже выставлен в т-позу поэтому с ним у нас проблем не будет давайте посмотрим будут ли проблемы с этим значит выделим все кости и попробуем вбить здесь ноль вот ну в нашем случае повезло тот тот кто закидывает анимацию миксаму он знает как правильно делать поэтому я поставил в т-позу и нажал на всякий случай клавишу с чтобы проставился ключ ну чтобы не прыгнула назад все вот и давайте теперь начнем выставлять скелеты сопоставлять сейчас явно этот ниже будем совмещать важным является параметром является длина конечностей а именно костей то есть например бедренной кости или берцовой кости то есть я думаю понятно чем сильнее будет разница между длиной костями тем будут сильнее искажения в данном случае у нас при походке и конечно же в идеале нам вот такие всякие манипуляции нужно делать уже с готовым ригом но я хочу здесь показать простейший способ именно переноса со скелета на скелет как это к примеру делается в движке то есть без без ригинга давайте продолжим значит нам здесь повезло здесь более-менее пропорции совпадает поэтому возможно будет хороший результат так я думаю может еще чуть поднять но принципе достаточно вот теперь давайте выставим руки параллельно друг другу я поворачиваю плечи не включится так как по моему мнению кости плечевые выставлены нормально здесь можно плюс-минус сделать на глаз но думаю так будет достаточно даже можем еще чуть-чуть тут главное не забывать про вот вот этот поворот иначе если мы неправильно его выставим будут в неправильном месте сгибаться локти я сейчас вы не смотрите то что здесь джойнты может и не идеально выставлены нам сейчас главное выставить именно параллельно и с видом сверху делаем то же самое потому что если мы не выставим выставим это не параллельно то у нас будет одна рука например сгибаться а вторая будет не до сгибаться или наоборот 1 будет разгибаться полностью а вторая будет прям ваш в обратный разгиб у так уходить потому поэтому нам нужно выставить это все дело параллельно потом поймете почему ну пальцы я не буду делать они делать по принципу такому же можно ладошку выставить принципе ладошка более-менее нормально здесь ну давайте тоже на такой небольшой угол так так и давайте глянем ноги то есть ноги тоже должны точно также быть параллельно давайте сразу обе выделим чтобы работать с двумя чтобы одинаковый угол был так смотрим может вот так немножко и в принципе она достаточно неплохо с с фронта немножко нужно тоже доработать с фронта так и в эту сторону так ну и остались стопы они у нас не совсем идеальные сейчас сделаем так вроде а еще шею не посмотрели нам сейчас достаточно повезло со скелетом хотя я его честно говоря просто первый попавшийся скачал вот могло быть намного все хуже вот и следующим шагом что нам нужно сделать нам нужно применить констрейн им давайте сразу откроем панель констрейна потому что мы будем сюда часто обращаться и начнем стаза смотрите можно но все наверное кто работал с констрейнами подумают что нужно просто parent констрейн использовать ну парень констрейн он работает как вот ну как parent то есть если мы используем parent констрейн вот например есть два куба да и один на второй накинем parent то второй куб будет летать и . пилот именно вращение его будет вот в первом кубе видите то есть этот куб летает но нам то этого не надо нам сейчас отмотаю нам нужно наоборот чтобы был orient чтобы вот так каждый объект вращался вокруг своей точки кардинал давайте поэтому для этого выберем не parent а именно point и orient и начнем с хипа значит назначаем point orient здесь так как у нас растяжение позвоночника нету назначим просто orient смотрите в чем плюс вот я назначил orient смотрите кости находится не в одном месте да они в разных местах но вращение происходит правильное все параллельно вращается в этом весь секрет orient так ну у смотрите в этой кости у нас нее есть ключи но у нас нету ответной части насколько я понял а они ответная часть есть давайте чуть отмотаем я пропустил один из джойнтов вот здесь мы назначим его на вот этот а этот соответственно значим на вот этот ну и здесь дальше по аналогии все теперь конечно же это работает не забывайте здесь ставить галочку maintain offset чтобы сохранялся offset рассчитывался значит тоже ключица делаем orient у нас нету здесь поднятие вверх-вниз но кстати вы можете понять какой констрейн вам использовать проверить таким образом просто проверить стоят ли на source скелете на source именно ключи на translate их лет вот здесь не стоят поэтому нет смысла его использовать давайте точно так же сделаем с руками так я здесь уже ставил да я здесь ставил уже сейчас посмотрите что в итоге получится пальцы я не буду я даже не уверен что на них анимации есть есть я думаю с пальцами и так понятно просто на них время сейчас не надо тратить на чешей у нас тоже имеет только рота и ты но здесь у нас уже точно видно что здесь у нас три кости а у сорса у нас две кости то есть соответственно это можно сделать несколькими вариантами можно просто один из одну из костей просто заигнорировать можно например кинуть грубо говоря вот так сюда вот но есть еще второй вариант можно использовать например я не буду сейчас это показывать баланса сделать то есть например 50 процентов вращения сюда 50 процентов вращения сюда просто если я это довольно долго придется настраивать констрейны поэтому если я например просто сюда добавлю хотя можно попробовать знаете как еще можно попробовать вот от этого сюда добавить ориент и от нижнего добавить ориент получается у нас быть 50 на 50 можно посмотреть так но могут быть двойные искажение то есть но не двойные слишком сильные искажения но принципе вариант работает кстати непонятной причине у нас открывается рот а это так скорее всего у нас было вернее не так но скорее всего я не ту кость выделил да я не ту кости выделил там есть еще кость скелета давайте удалим и значит наверх нам надо вот к этому хорошо что проверил вот значит у нас теперь сделано так что у нас верхней верхняя кость головы влияет сто процентов на это нижняя кость шеи влияет сто процентов на это она с центральную вот эту кость у нас влияет и нижняя на 50 процентов и верхняя ну и получается что голова принципе получает хорошие хорошие передачи анимации окей ну челюсти у нас тут нету да ну и нет смысла ней груди у нас тоже нет так давайте к ногам перейдем проверяю уже на всякий случай какие кости выделяем вот здесь например важно да я нажимаю джай клавишу это использование предыдущей операции это где-то где-то здесь по моему настраивается да вот рэпид о рынка стрейндж то есть просто повторяет предыдущую операцию поэтому не удивляйтесь что констры не сам ставится все вроде как все констроены представлены сейчас если все будет выглядеть красиво то значит все отлично давайте все выключим все теперь здесь уже можно перейти в нулевую позу и первую позу мы использовали только для настроек так вот у нас уже первое какое-то искажение там пол появляется сейчас посмотрим что что с рукой не так возвращаем возвращаем джойнт и 1 а где-то здесь пропустил констрейн скорее всего ли не туда назначил да я его назначил на плечевой кость здесь просто очень много экстра джойнтов и походу я не туда поставил констрейн вот таким образом она сразу видно ошибки так еще раз попытка номер два отключаем скелет да здесь тоже самое ситуация с предплечьем надо было более внимательно ко всему этого относиться так какие там еще есть пока вроде никаких да по моему только это осталось давайте найдем куда там было поставлен этот этот констрейн и вообще был ли он поставлен да он был поставлен в принципе туда же плюс-минус удаляем и теперь должен стать в нормальное место так ну третий раз смотрите в чем у нас загвоздка давайте давайте глянем что у нас не так похоже что я еще где-то да тут есть у нас еще одно место странно вроде же ставили туда давайте проверим ну тут то тоже такая здесь просто как кость в кости очень много костей сейчас поставим в нужное место и попроверяем еще значит вот надо сюда base hip straight point constraint orient и здесь здесь так вот где так он вроде сейчас двигается ну все и так ну вот за буквально там короткий промежуток времени мы получили еще довольно неплохо выглядящую анимацию которую дальнейшем можно или так прям использовать ну или почистить но конечно же для того чтобы ее почистить вам нужно и это или мошенбилдере делать ну или посмотреть мой тутер по простому риггингу и почистки макапа как можно примерно таким же способом передать анимацию и почистить ее потом в итоге если вам не нравится результат почему ездит немножко ноги то есть они если добавить plane видно что ноги немножко проскальзывают как я уже говорил это из-за того что разница в длине ног соответственно чем если ноги например короче или длиннее то они будут или не успевать догонять тело или наоборот пробуксовывать то есть но это типичная ситуация в анимации анимации